Девушки отдыхают В 1932 году начались государственные испытания тяжелого авианосного крейсера нового поколения «Тбилиси». Проект корабля «11-43-5» был разработан Невским проектно-конструкторским бюро в городе Ленинграде. 22 февраля 1983 года корабль был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода в Николае. Строительство велось агрегатно-модульным крупноблочным методом с применением металлоконструкции прогрессивных видов и синтетических материалов. 5 декабря 1985 года корабль был спущен на воду. 9 декабря Продолжение следует... Продолжение следует... На аэродроме военно-морского флота в городе Саки был создан наземно-испытательный и учебно-тренировочный комплекс «Нитка». Комплекс оснащен трамплином, аэрофинишерами и аварийным барьером. В ноябре 1989 года, в период проведения летно-конструкторских испытаний, впервые на палубу крейсера произвели посадку корабельные истребители Су-27К и МиГ-29К. Испытания практически подтвердили возможность посадки на полетную палубу. И взлета с корабля проекта МФ-43-5 самолетов с обычной аэродинамической схемой. В ходе государственных испытаний в сентябре 1990 года, решением Совета Министров, корабль получил новое название. Адмирал флота Советского Союза «Кузнецов». Тяжелый авианосный крейсер Адмирал флота Советского Союза «Кузнецов» — это самый большой боевой корабль отечественного кораблестроения и Советского военно-морского флота. Его наибольшая длина — 302 метра, по ватерлинии — 280 метров. Наибольшая ширина — 70,5 метра, по ватерлинии — 35,4 метра. Площадь полетной палубы — 14700 квадратных метров. Полное водоизмещение — 58 тысяч тонн. Экипаж с авиагруппой и штабом — около 2000 человек. Основные особенности архитектуры корабля обусловлены применением короткого разбега и взлета с трамплина, а также посадки на аэрофинишеры самолетов с обычной аэродинамической схемой. Наличие развитых спонсонов и смещение надстройки позволили значительно увеличить ширину полетной палубы, что создало благоприятные условия для повышения безопасности проведения взлетно-посадочных операций. Тяжелый авианосный крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» предназначен для придания боевой устойчивости корабельным соединениям военно-морского флота в оперативно-важных районах, океанских и морских театров военных действий. Основным вооружением является его авиагруппа. На корабле могут базироваться до 52 летательных аппаратов. В авиагруппу ходят 26 корабельных истребителей Су-27К и МиГ-29К. Корабельный истребитель Су-27К имеет максимальную взлетную массу 32,6 тонны, максимальную скорость 2300 км в час, практический потолок 16 км, максимальную дальность полета 3880 км, бомбовую нагрузку 6,5 тонн. Экипаж 1 человек. Корабельный многоцелевой самолет МиГ-29К имеет взлетную массу 22,4 тонны, максимальную скорость 2300 км в час, практический потолок 17 км, максимальную дальность полета 1600 км, бомбовую нагрузку 3,5 тонны. Экипаж 1 человек. На корабле могут также базироваться 18 противолодочных вертолетов К-27 или транспортно-боевых К-29. Четыре вертолета радиолокационного дозора К-252 РЛД и два поисково-спасательных вертолета К-27ПС. Авиационно-технические средства и полетная палуба обеспечивают взлет самолетов с коротким разбегом. Для этого на полетной палубе имеются три взлетных полосы. Одна длиной 180 метров и две по 90 метров. За счет подъема носового участка палубы оборудован трамплин длиной 51 метр, шириной на носовом срезе 19 метров и углом схода самолета 14 градусов. На взлетных полосах предусмотрены три стартовые позиции, две из которых побортно, в носовой части, третья на угловой палубе. Каждая стартовая позиция оборудуется устройством для удержания самолета с работающими на форсаже двигателями. Газоотбойные щиты предохраняют самолеты, стоящие за стартовой позицией, от газовой струи двигателя, взлетающего с этой позиции самолета. Посадку Су-27К и МиГ-29К обеспечивают три аэрофинишера. 10 взлетно-посадочных площадок обеспечивают взлет и посадку вертолетов, и самолетов вертикального взлета. Светосигнальное оборудование обеспечивает полеты в темное время суток. Ангар имеет площадь около 4000 квадратных метров, что позволяет разместить в нем до 70% всех летательных аппаратов. В том числе 24 вертолета и до 12 самолетов. Подача техники из ангара на полетную палубу и обратно производится двумя бортовыми подъемниками, грузоподъемностью по 40 тонн каждый. Размер платформы каждого подъемника обеспечивает одновременную подачу двух вертолетов или одного самолета с тягачом. С командно-диспетчерского пункта оборудованного радиотехническими средствами и приборами обеспечивается управление взлетом, посадкой и полетами в ближней зоне. Комплексная радиотехническая система «Резистор» обеспечивает ближнюю навигацию, управление полетами в районе корабля, привод и заход на посадку. Для ориентирования летчиков при посадке используется оптическая система «Луна». Комплексная радиотехническая система «Луна»